Приветствую всех на канале Горизонт Событий! После изнуряющей жары на некоторые регионы Германии обрушились грозы с проливными дождями. Сильные ураганы с ливнями и градом прошлись по южным и западным, а потом и северным федеральным землям. Экстренные службы работали без остановки вечером и в ночь со вторника на среду в разных регионах Германии. Много проблем доставили ураганы в Северном Рейне, Вестфалии, Баварии, Нижней Саксонии и Баден-Вюртемберге. В последней федеральной земле из берегов вышла река в городе Брухзал и затопила старый город в Хайдельсхайме. По словам местных пожарных, вода поднялась до полутора метров. Жители города попросили покинуть нижние этажи домов и временно переселиться на второй этаж. Кроме того, в Баден-Вюртемберге сильно пострадал район Карлсруе. В местной пожарной команде сообщили об абсолютном хаосе из-за наводнения. В Хайдельсхайме некоторые машины просто смыло массой воды. Полиция предостерегает людей воздержаться от несрочных поездок. Порывистый ветер и проливные дожди спровоцировали аварии на железной дороге. В Баварии на рельсы упало дерево, с ним столкнулся Евросити. По данным Deutsche Bahn, инцидент произошел у Бат-Эндорфа, район Розенхайм. Поезд перевозил 260 человек, никто не пострадал. Но падение дерева повредило воздушную линию, поэтому нужен был ремонт. Поскольку поезд не смог продолжить путь, пассажиров отвезли на автобусах в Прин. Остальные поезда перенаправили или сократили рейсы. Похожая авария произошла на железной дороге возле Хенефа, в Северном Рейне, Вестфалии. 80 пассажиров пересадили на другой поезд. В Нижней Саксоне, упавшее на линии электропередач дерево, полностью остановило движение по станции Аугустфен в Апене. Поверяне, Поверяне, Нижней Сырный, армия продолжает пихотажиров. У нас есть и на нем находился. Гребенская дорога в Чарелник в Виске. Поверяне, в Вон, выскажите, певел, но и сервис. Поверяне, вон, выскажите. Увы, мыскажите. Сильный шторм, вызванный депрессией Дана, ударил по испанскому острову Форментера в Средиземном море. До этого погодный фронт со штормами и ливнями прошелся по провинциям Кастильон и Валенсия во вторник и в среду затронул провинцию Аликанти, принеся сильные ливни и ураганный ветер. На остров Форментера шторм принес значительный ущерб береговой инфраструктуре, повредил десятки яхт и катеров, выбросив часть из них на побережье. Форментера шор Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Вулкан Этна вновь извергается на острове Сицилия в Италии. Отмечается, что это второе извержение Этны за неделю. Образовавшееся облако пепла и дыма остановило полеты в аэропорту Катани, несколько рейсов были перенаправлены в Палермо и Комизо из-за плохой видимости Близлежащие города вновь оказались укрыты черным вулканическим пеплом По данным портала Volcano Discovery, столб пепла достиг высоты в несколько километров Извержение продолжает усиливаться и достигло стадии пульсирующих фонтанов лавы Продолжение следует... В Боснии и Герцеговине в горах горит реликтовый лес Сообщается, что в национальном парке Сутьеска более сотни лет не было пожаров С пламенем борются пожарные бригады, в которые входят и спасатели из Сербии Они пытаются отсечь наступающий огонь, пока он не добрался до главной дороги между городами Фоча и Гацка В обоих населенных пунктах множество туристов, которые направляются в хорватский курортный город Дубровник Распространению природных пожаров в Боснии и Герцеговине способствует и экстремальная жара, установившаяся в этом году В течение всего лета средняя температура превышала обычную почти на 7 градусов От жары пострадали и фермеры, у них практически высохли поля кукурузы, которая является одной из основных сельскохозяйственных культур Греция остается в состоянии повышенной готовности из-за лесных пожаров, вызванных жарой, которая достигает 40 градусов по Цельсию Несмотря на то, что большинство крупных очагов возгораний были локализованы, погодные условия создают высокий риск новых воспламенений, особенно в районе Афин Пожарные не прекращают борьбу с оставшимися мелкими очагами огня В округе Берг в штате Джорджия во вторник днем на АЭС Воктул Электрик сработала тревога Хотя власти и скрывают причину тревоги, в пресс-релизе они заверили общественность, что поводов для волнения нет Позже выяснилось, что на территории станции вместе, удаленном от реакторов, произошел пожар Компания Джорджа Пауэр заявила, что комиссия по ядерному регулированию США, а также местные и государственные учреждения были уведомлены об инциденте В округе Эдисон штата Нью-Джерси из-за прорыва магистрального водопровода в жилой дом хлынул поток воды Виноваты строительные подрядчики, работавшие в этом районе, они повредили водопровод диаметром 76 сантиметров В торговом центре Рио на юго-западе Москвы произошел пожар Огонь охватил обшивку здания с первого по четвертый этаж На пожар выехали 52 человека и 16 единиц техники Пожару был присвоен второй, повышенный, номер сложности из пяти Уже к 9 часам 30 минутам им удалось ликвидировать открытое горение на площади 200 квадратных метров по фасаду здания После этого пожарные начали разбирать вентилируемый фасад для проливки конструкции, чтобы исключить тление горючих материалов В само здание огонь не проник, отметили в МЧС Торговый центр работает с 10 часов утра, поэтому на момент возгорания посетителей внутри не было И эвакуация посетителей не понадобилась А работники магазинов оперативно вышли на улицы после включения пожарной сигнализации Пострадавших нет В оперативных службах заявили, что причиной пожара могло стать короткое замыкание В Карачаево-Черкесии мужчина больше суток провел в горах Домбая Он исследовал суфруджинские водопады, но оказался на отвесной скале Турист не смог самостоятельно найти путь Спасатели МЧС спустили мужчину с горы с помощью альпинистского снаряжения Медпомощь ему не понадобилась Спасибо за просмотр и до завтра на нашем канале Продолжение следует... Продолжение следует...